От имени Генеральной Ассамблеи я имею честь приветствовать в Организации Объединенных Наций его превосходительство Сауле Нининисто, президента Финляндской Республики. Я приглашаю его выступить перед Ассамблеей. Позвольте мне начать со слов поздравления в Ваш адрес, господин председатель, в связи с Вашим исправением на пост председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Финляндия полностью поддерживает Вас в Ваших важных начинаниях. Господин председатель, мы отмечаем 70-ю годовщину Организации Объединенных Наций. Устав ООН был написан в том мире, который лежал в руинах после Второй мировой войны. Сегодня мы должны посмотреть в лицо нынешних вызовов с той же решимостью, как и наши предшественники в 1945 году. Принимая амбициозную новую повестку дня на период до 2030 года, мы делаем не менее, а может быть, и более важный шаг на благо человечества. В этом году мы также отмечаем 60-ю годовщину с момента вступления Финляндии в Организацию. Финляндия вошла в состав семьи стран, которые заботятся друг о друге и выполняют свои обязательства. Мы почувствовали эту заботу, когда национальный композитор Финляндии Ян Сибелиус умер в 1957 году, и Генеральная ассамблея ООН решила почтить его минутой молчания. Председатель той ассамблеи, господин Лесли Мунроу, сказал, что Сибелиус принадлежит всему миру. И мы также поняли, что значит выполнять свои обязательства, поскольку приняли участие в первой миротворческой операции ООН в Суэцком канале. Господин председатель, сейчас мы имеем дело с крайне опасным кризисом в Сирии, Ираке, в некоторых частях Северной Африки. Кроме того, мы имеем дело с беспрецедентной гуманитарной катастрофой, не похожей ни на одну другую с момента Второй мировой войны. ИГИЛ и тот ужас, который он сеет, – это непосредственный результат конфликтов в Сирии и Ираке. Это угроза миру и стабильности на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Европе. В значительной степени из-за войн и конфликтов мы столкнулись и с новой эрой миграции. Около 60 миллионов беженцев сегодня доказывают это утверждение. Это самое большое число беженцев с момента Второй мировой войны. А нынешняя ситуация с беженцами на Ближнем Востоке, во многих частях Африки и в Средиземноморье невыносима для всех. И хотя основное, самое тяжкое бремя ложится на плечи соседних государств, кризис с беженцами приводит к серьезным политическим трениям в Европе. Финляндия также принимает у себя пропорционально высокое число просителей убежища. Мы не можем не помочь, но нам нужно искать более эффективные, устойчивые способы оказания помощи нуждающимся в ней. Урегулирование конфликтов в Сирии и в других местах необходимо для поиска устойчивого решения. Международное сообщество должно проявить свою заботу, особенно это касается Совета Безопасности ООН и стран региона. Они должны работать сообща для того, чтобы вырабатывать политическое решение кризису в Сирии. Финляндия приветствует все конструктивные усилия, которые способны проложить путь для реалистичного, рабочего, устойчивого, мирного решения в рамках международного сотрудничества. Финляндия также привержена работе международной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Украинский конфликт пока не решен, хотя было достигнуто соглашение по этому вопросу. И мы приветствуем те меры, которые принимаются для реализации Минского соглашения. Все незаконные меры, такие как аннексия Крыма России, нельзя признавать. Господин председатель, эти конфликты не являются единственными. Лишь в прошлом году имело место 42 вооруженных конфликта. Эти конфликты унесли почти 180 тысяч людских жизней. Войны и их последствия угрожают стабильности и за пределами самих зон этих войн и конфликтов. Операции ООН по поддержанию мира – это сама суть усилий организации, направленных на защиту международного мира и безопасности. Однако охват и сложность сегодняшних насильственных конфликтов превосходят способность международного сообщества должным образом их регулировать. Понадобится критическое мышление, гибкость и решительные меры для того, чтобы решить эти проблемы и кризисы. Инициатива по проведению подробного обзора архитектуры миростроительства и безопасности ООН является крайне своевременной. Я хочу поприветствовать прекрасный доклад, подготовленный группой высокого уровня под руководством президента Раму Шуорте. Там совершенно справедливо подчеркивается, что превалирующую роль играть всегда должна политика. Именно политические решения должны определять решения о развертывании миротворческих операций ООН. А превентивный и посреднический потенциал ООН необходимо укреплять и должным образом финансировать. Финляндия гордится тем, что вносит и свой вклад в смену мышления, особенно в качестве сопредседателя группы друзей по посредничеству вместе с Турцией. Эта группа друзей продолжит свои усилия, направленные на повышение осведомленности о рекомендациях группы. С начала своего участия в организации Финляндия предоставила 50 тысяч мужчин и женщин для миротворческих операций ООН. В подушевом выражении мы являемся вторым крупнейшим поставщиком контингентов в Европе. И мы намерены расширять наш вклад. Мы готовы выполнять свои обязательства. Позвольте мне добавить к этому, что в этом году мы также стали свидетелями значительных успехов международной дипломатии. Я говорю об историческом соглашении, достигнутом по иранской ядерной программе. Мы рассчитываем на оперативное выполнение Ираном всех ядерных мер, а также на его активное сотрудничество с МАГАТЭ, для того, чтобы урегулировать все пока что нерешенные вопросы. Человечество нуждается в глубоких преобразованиях. Мы не можем жить, как раньше. Это тот образ жизни, который выходит за рамки планеты и истощает ресурсы Земли. У нас на руках все факты, например, о глобальном потеплении. От нас будет зависеть, готовы ли мы действовать или нет. От нас зависит, будет ли у нас будущее или нет. Мне кажется, что мы на правильном пути. Мы только что утвердили новую повестку дня на период до 2030 года. Она обладает потенциалом для преобразования мира. Впервые у нас действительно есть программа устойчивого развития, которая обязательна для всех государств-членов. Теперь наша задача – это выполнять эту амбициозную повестку дня. Я призываю Организацию Объединенных Наций вновь проявить свою способность объединять народы. Очень важно привлечь к этой работе всех, для того, чтобы эти обязательства нашли свое воплощение в реальных делах. Частный сектор и гражданское общество – это также ключевые стороны, которые позволят реализовать эту повестку дня вместе с правительствами. Даже каждый отдельный человек может сыграть свою роль в этом процессе. Нас ждет еще одно важное событие – это конференция по климату в Париже в декабре. Давайте обеспечим ее успех. Мы должны проявить заботу о наших детях и о внуках. Господин председатель, пост генерального секретаря ООН часто называют самой невозможной работой в мире. Действительно, это даже не работа. Это целый институт, который должен принадлежать всем членам ООН. Требуется сильное политическое лидерство, особенно в тех случаях, когда международное сообщество не в состоянии прийти к консенсусу. Я искренне приветствую усилия, направленные на повышение прозрачности и инклюзивности процесса отбора следующего генерального секретаря. В качестве страны, которая в течение своего членства в ООН на протяжении 60 лет выступала за гендерное равенство, наша страна, Финляндия, рассчитывает на то, что будет много прекрасных кандидатов женщин на эту должность. Настало время, чтобы другая половина человечества приняла этот вызов. Благодарю вас. От имени Генеральной Ассамбле я хотел бы поблагодарить президента Республики Финляндия за то, что произведенное выступление. Я прошу представителей оставаться на своих местах сейчас, когда мы будем приветствовать президента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...